Приветствую вас. Вы знаете, ваш вопрос, он мне показался несколько странным, потому что, ну вы пишете про эффективный совет, такой, чтобы не путал ваш разум. Вот. При этом я посмотрел вас в профиле, вы ни одного публичного вопроса в разделе психологии кроме этого не задавали. Судя по вашему статусу, ни одной платной консультации вы не брали у специалистов. И, соответственно, интересно было бы узнать для начала ваш опыт работы с другими специалистами, чтобы понять, что вы пробовали, что вы не пробовали, что вам понравилось, что не понравилось. Вот. Ну, потому что это важно. Да, потому что это, ну, действительно очень такой важный момент для... Для... По крайней мере, для того, чтобы можно было бы с вами адекватно работать. Вот. Это первое. А также, исходя из того, что вы написали, ну, можно сделать вывод, можно сделать вывод, что вам уже давали психологи какие-то советы, да, эти советы, они вас путали. То есть, опять же, здесь история какая-то, что нужно понимать, с чем конкретно мы имеем дело. Вот. Потому что, какие советы путают вам разум, да, какие советы не путают вам разум. То есть, мне кажется, эта история, она очень-очень важна для вас, да, потому что, как я уже сказал, да, если не понимать, что происходит с вами, если не понимать, с чем мы имеем дело. Вот. Вот. То, соответственно, легко нам наломать бровь. Вот. Легко вам дать все рекомендации, которые не только не помогут, но и навредят к тому же. Вот. Вот. Ну, а понятно, что нам бы этого не хотелось. Вот. Ну, потому что мы работаем профессионально. Вот. Дальше. Года два назад, тысячевые я наручил любимую переписку мучить другой. Смотрите. Ну, подобная история, когда подобные вещи происходят, да, это всегда, безусловно, очень и очень тяжело, это, безусловно, очень и очень трудно. Это всегда травма. Вот. Ну, практически, практически всегда это травма для человека, для любого человека, это практически всегда травма. Вот. И здесь важно понять, как вы это восприняли. В первую очередь важно понять, как вы восприняли это. То, что вот у него есть интенсивная переписка другой женщины. То есть, если вы восприняли это, скажем так, как негатив для себя, то это одно. Если вы восприняли это как негатив по отношению к себе, да, то это одна история. Если вы восприняли это как негатив, ну, факт наличия проблем у вас, например, то это немножечко уже другая история. Понимаете? Вот. С которой тоже можно и нужно работать. Вот. Но судя по тому, что вы пишете, да, судя по тому, что вы описываете, я полагаю, что вы восприняли это скорее как негатив для себя. Вот. То есть, вы восприняли данный акт, данный аспект как негатив для себя. То есть, вы стали думать, грубо говоря, о себе хуже, чем думали до этого. Это означает, что данная история, по сути, вскрыла, именно вскрыла факт наличия у вас определенных проблем и сложностей. Вот. Вот. Которые, скорее всего, были у вас еще до, ну, вот, до того, как мужчина вам изменил, да, до того, как мужчина начал общаться с другой девушкой, да. Это даже не изменил, а просто начал взаимодействовать с другой, да, даже без физической, физической измены. Вот. То есть, здесь, конечно, история, она, вот, такая. С одной стороны, это то, что вы стали о себе думать, с другой стороны, это то, какие проблемы привели, вот, к тому, что мужчина начал активную переписку с другой. Дальше. Мы живем в браке одиннадцать лет в мире и согласии. Не спорю с вами в том, что вы живете в мире и согласии с своим мужем, вот. Но, возможно, именно это, то, что вы живете с ним в мире и согласии, возможно, именно это его как-то и подавляло. Возможно, именно это ему, ну, не нравилось, возможно, именно это его как-то вот больше всего напрягало, напрягало, вот. Хотя, безусловно, данный аспект нужно еще выявлять, вот. То есть, понимаете, я верю в то, что вы жили с ним в мире и согласии, верю в то, что вы так считаете, но согласитесь. Да, если бы вы действительно жили в мире и согласии, то вряд ли бы возникла такая бы вот история, и вряд ли мужчина, ну, собственно, вам по итогу бы изменял. Вот. То есть здесь, конечно, есть определенные нюансы, которые вы не учитываете. Скорее всего, скорее всего, определенные есть нюансы, которые вы не учитываете. Вот. Раньше за ним не замечала подобное и была неревнива и спокойна всегда. Ну, то есть вы были неревнивы и спокойны всегда только потому, что за ним не замечала этого. Да, то есть, как бы, вот именно, именно, если можно так выразиться, да, то своей собственной уверенности в себе у вас, вероятно, не было. Вот. А если она и была, то была, ну, скажем так, не так, чтобы большой запрос, если это вот уверенность в себе была у вас, то не сказать, чтобы она была прям вот самостоятельной, скажем так, даже. Вот. Вот. Так, вот этот вот, вот этот вот, эмм, аргумент, да, этих слова, что я была неревнива, ну, это звучит, знаете, эмм, не очень убедительно. Потому что вы были спокойны только потому, что мужчина вам, соответственно, не изменял, да. То есть, ну, не было причин, да, оснований его подозревать, грубо говоря, о чем-то. Вот. А так вы, насколько вы были в себе уверены, да, это еще нужно разбираться. Это еще нужно исследовать, это еще нужно смотреть. Насколько вы были уверены в себе и были ли. Вот. Он меня любит, я знаю это, а вы его, любите ли вы его. Я понимаю, что каждому человеку свойственно допускать ошибки, он просил меня прощения, поклялся, большинство развивающегося сердца. Хорошо. 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 Если он поклялся вам больше сердца не разбивать, это безусловно здорово, мужчина молодец. Но, есть одно но. Есть одно но, и оно заключается в том, что, что решили. Ну вот, серьезно, что решили. Была проблема? Из зимной переписки. Была. Была. Мужчине чего-то не хватало, раз он обратился к другой девушке? Да, не хватало. Вы знаете, что ему не хватало? Нет, не знаете. Вы поменяли свое поведение? Нет, не поменяли. Вы пришли со своим мужем, значит, значит, к какому-то решению. Нет, не похоже. И, как бы, и смысл тогда. От его клятвы, от его обещания, потому что вы пишите, что по его словам я, вроде бы, вижу, что он был искренне говорил правду. И смысл. То есть, ваша ревность сейчас, это, по сути, интуитивная подсказка, подсказка о том, что выводов никаких нет. Ну, мужчина, может быть, не делает этого, да? Мужчина, может быть, не делает, не будет так больше поступать. Но все равно он будет хотеть. Все равно у него будет желание то же самое, которое привело его к интимной переписке с другой. То же самое. Потому вы и ревнуете. То есть, подозреваете вы в данном случае не с проста, не на ровном месте. Это не паранойя. Это, как бы, реальность. Конечно, с другой стороны, вы не уверены в себе. И если вы в себе не уверены, то да, здесь, конечно, не уверены в себе. И, возможно, есть лишняя заинтересованность в мужчине. Да, она вас, значит, ну, она вас может стимулировать. Она вас может стимулировать, конечно, к интимной, чтобы испытывать эту самую неуверенность, да? То есть, тут, как бы, однозначная история. Вот. Это так. Это так. Это так. Это действительно так. Все. Вот. Но! 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 А помимо неуверенности в себе, есть еще и, как бы, объективные, ну, объективные моменты. Вот. Тогда вы, может быть, допустим, вы в себе, там, грубо говоря, не уверены в себе, да? Это так. Это так. Вы в себе не уверены. Но! А помимо-то, помимо-то неуверенности в себе, есть еще и объективные факты, что пришли ли вы к чему-то с мужем своим, не пришли ли вы к чему-то со своим мужем. Понимаете? То есть, вот это весьма, весьма важная история. Вот. Которую вам, на которую вам необходимо обратить самое пристальное внимание. Вполне возможно, что вы просто не обговорили, да? То есть, вполне возможно, что вы просто не высказали до конца свои чувства, не проговорились. Вот. Потому что предательство, это действительно очень тяжелое испытание для любых людей, для любой пары, для любого союза. Не важно, будь то союз семейный, супруческий, или это дружеский союз, или это корпоративный союз, не важно. Предательство всегда тяжело, тяжело. И очень важно, чтобы все эмоции были пережиты. Вот. Чтобы вы, возможно, еще раз высказались, чтобы вы еще раз пережили эту историю, что вы почувствовали себя при этом и так далее. Вот. И чтобы человек мог еще раз перед вами измениться. То есть, пройти это все. Понимаете? Но, вместе с тем, вместе с тем, да, обязательно работа над вот этими двумя компонентами. Так. А дальше, не могу себя заставить снова верить ему. Ну, заставлять, на самом деле, не нужно. Да, то есть, вот, я вам уже сказал, что история здесь двоякая, и оба компонента этой истории нуждаются в корректировке, в анализе и, соответственно, в проработке. Вот. То есть, возможно, вам с мужем имеет смысл пройти консультацию у психолога. Вот. Чтобы проанализировать, а откуда вообще, как это, как получилось-то так. Вот. Правда. Кто-то уже не на ровном месте. Вот. Ну, и вам, может быть, тоже индивидуальная терапия тоже будет, кстати, тоже будет показательно, тоже будет полезно. Моя жизнь разделилась на до и после. Тут нужно значение. То есть, значение этой истории для вас какое. То есть, опять же, здесь вы больше говорите про себя, да, то есть, про свою безопасность, вы больше говорите про уверенность. То есть, вы говорите про перенос ответственности. Ну, по факту. Да? Ого. По сути. Понимаете? То есть, вот что изменилось в вашей жизни? Помимо того, что вы никого не говорите ничего о своих чувствах, как бы, мужчине, да? То есть, о том, что вот вы чувствуете, вы не говорите о том, что вам, например, ну, хотите ли вы... Что вы хотите от человека, ну, вообще, что вы хотите от человека, для чего он вам нужен? Это важный аспект, на самом деле. Это очень-очень важный аспект, какой ответственности вы налагаете близкого себе человека. Ну, близкого вам человека. Понимаете? Это то, что мне кажется важным. Отметит. Обязательно. Я будто внутри умерла. То есть, здесь скорее защита такая, да? То есть, настолько был удар по вам, что в стремлении себя защитить, вы его перестали вообще чувствовать. Чувства. Вот. Предстали ощущать. Вот. Что ж, свои чувства тоже необходимо раскрыть. Свои чувства необходимо идентифицировать, свербализовать и прожить. Потому что, возможно, именно потому что вы умерли, вы видите во всем порвух и стала ревнивой. Кстати, здесь, как бы, противоречие. Если вы умерли внутри, то ревность откуда? Нет. Ну, а ревность, в свою очередь, это страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости. Вот. Ну, стоит. Когда вам вот, грубо говоря, помимо вот этого, да, помимо вот мужа своего, да, вы больше ничем не занимаетесь. То есть, он для вас, он для вас очень важен, он для вас очень важен, мужчина, ваш муж. Более важен, да, чем, ну, чем объективно необходимо для поддержки здоровых отношений. Для поддержки здоровых отношений. И у этого, что интересно, тоже есть свои причины, и у этого тоже есть свои основания. Так сказать, обстоятельства, которые сделали данный аспект возможным. А дальше, я хочу изменить себе это, но не могу. А что именно вы хотите изменить себя? Перестать быть ревнивой, например, нужно работать с самой ревностью, нужно не просто перестать ревновать, а нужно именно раскрыть вашу ревность. Узнать, что на ней стоит и скорректировать свое поведение, исходя из этих аспектов. Вот, я боюсь с этим поведением испортить наши отношения. Правильно, так оно и есть, но не могу с собой ничего поделать. Смотрите, до, так сказать, начала терапии, до начала работы, я могу порекомендовать вам два момента. Первый момент, это обратите внимание на то, что делаете вы, да, то есть, как бы, обратите внимание на свою значимость, на свою самооценку, на то, как вы реализуетесь, на то, как вы претворяете в жизни то, что хотите именно вы, не муж, никто другой, а именно вы, только вы. И второе, это чисто вот на таком сознательном уровне, это, вот, знаете, каждый раз, когда вам хочется поревновать, да, и сказать, что это негативное, вот в этот момент выражайте, что это позитивно. Вы, выражайте ласку, выражайте любовь, выражайте заботу, выражайте, там, нежность, прикосновение, прикосновение, что-то еще, вот. То есть, на первые, вот, на первые, до начала терапии, это вот то, что вы можете сделать реально. Поначалу будет тяжело привыкнуть и эта энергия, которая является вашей ревностью, вот, она будет появляться так. И по факту это лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Проблему это не решит, но, по крайней мере, отношения ваши перестанут идти по несподальше. Вот. Подумайте, какое значение для вас имеет ваша семья. Подумайте, какое значение для вас имеет муж. Подумайте, какое значение для вас имеет тот, что он имел агрессивную переписку, даже не измену, а просто переписку с другой девочкой. Вот. И дальше вы в этой мысли, как бы, продвигаетесь, да, то есть, чего вы хотите для своего мужчины, да, то есть, как вы к нему относитесь. Вот. Понимаете ли вы, что если он что-то сделал, значит, он будет счастлив. Если он был не счастлив, значит, вы делаете не все, чтобы он был счастливым. Если вы делаете не все, чтобы он был счастливым, то, может быть, вы не можете делать все, чтобы он был счастливым. А если не можете сделать всё, чтобы он был счастливым, то как вам тогда быть, насколько вы откровенны друг с другом, насколько вы истинны друг с другом, и так далее. Вот. К чему я вас призываю? Вам не подавлять свою ревность, не подавлять своего подозрения, а лучше выражать его позитивно. То есть, как мужчине, если ему, например, вы можете сказать, что, дорогой, я не уверен в том, что вот этого больше не повторится. Ну, потому что я не знаю по-прежнему, почему ты, например, это сделал, чего тебе не хватает. Может быть, если ты мне скажешь, чего тебе не хватает, я могла бы там как-то подкорректировать своё поведение, я бы знала точно, что ты удовлетворён, и сама была бы спокойна. Вот. Но это уже довольно-таки такой частный случай, вот, и ориентироваться на него я бы не рекомендовал в любом случае. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, хотел бы отметить, что психолог не даёт советов, психологи работают, вот. В этом, в вашем случае я могу дать только один совет, не бойтесь просить помощи, не бойтесь показаться своему мужу слабой, беспомощной, вот. Проявляйте своё желание, но без обвинения, да, то есть вот, то, что вы чувствуете, то и говорите. То есть, знаете, ревность, это не то, что вы чувствуете, ревность, это уже такое адаптивное чувство. Вот. Скажите ему, что вы боитесь, скажите ему, что вам плохо, скажите ему, что вы расстроены, скажите ему, что, не знаю, что вам тревожно, вот. То есть, от первого лица про себя говорить, я не думаю, что в этом будет что-то плохое, а вам будет легче. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше, но я желаю вам всего самого доброго и удачи.